Тюменские мясные производства почувствовали подъем. Ушедший с рынка импорт дал возможность расшириться и теперь заниматься животноводством становится выгодно. Но несмотря на это, цены на готовую продукцию по-прежнему кусаются. В причинах разбиралась Инна Михайловская. Сельхозпредприятия, которые занимаются мясным животноводством, впервые за долгие годы стали зарабатывать деньги. Небольшие, но уже не в минус. А ведь раньше о рентабельности и речи не шло. Конкурировать с дешевым импортным мясом было нереально. Но экономические санкции поставили заслон к заграничному сырью. И теперь переработчики повернулись лицом к своим. Наш сельхозтоваропроизводитель, он только сейчас вышел на уровень рентабельности в производстве говядины. Всегда это была сопутствующая область, либо датируемая областным бюджетом, что, кстати, позволило нам сохранить мясное стадо. И ситуация у нас на рынке намного лучше, чем в соседних регионах. Тюменская мясная компания занимается специализированными породами. Абраки, широли, лимузины, салерсы, гирифорды. Львиная доля в себестоимости – корма. И это несмотря на то, что полгода животные находятся на пастбищах. Почти треть приходится на зарплату сотрудников, а все остальное – это расходы на содержание, электроэнергию, ветобслуживание и прочее. Кстати, себестоимость зависит от погоды. Если зима теплая, животные едят. Меньше корма – экономия. Говядина в принципе не может быть дешевой. Себестоимость в живом весе составляет 206 рублей за килограмм. Раньше продавали по 150 рублей, сейчас более 200. Повышение, разумеется, сказалось на стоимости той же колбасы. При ее производстве половина затрат уходит на сырье, четверть – это дополнительное сырье. Сюда входят оболочки, специи, добавки, а также зарплата, электроэнергия. И еще четверть – это логистика, транспорт, ГСМ. К слову, дополнительное сырье, по большей части импортное, тоже подскочило в цене из-за подорожания валюты. Еще недавно килограмм докторской стоил 340 рублей, сейчас – 380. И это, похоже, не предел. За прошлый год себестоимость продукции выросла на 24%, на 25%, а цены мы подняли на 14-15%. То есть вот это вот проседание, разница на 10%, 7-10% повышения в течение первой половины 15-го года, оно понятно, оно обосновано, оно объективно. Если свыше, тогда нужно будет разбираться. Тем временем все больше тюменских сельхозпредприятий подключается к выращиванию животных на мясо, ведь за той же говядиной выстраивается очередь не только тюменских, но и переработчиков из соседних регионов. Инна Михайловская, Дмитрий Ларичев, Тюменское время.